а знаете ли вы что температура выше 50 градусов полностью убирает все полезные свойства из меда вот как то так всем привет с вами книга куб добро пожаловать на мой канал сегодня в центре нашего внимания прошу любить и жаловать краткое руководство красноречию книга первая в которой содержится риторика показывающая общее правило общего красноречия то есть оратории и поэзии сочиненная в пользу любящих словесные науки трудами михаил ломоносова императорской академии наук и исторического собрания члена химии профессора ну что ж книга отпечатана внимание в 1748 году при императорской академии наук в санкт-петербурге чем она таким будет интересно и полезно скажем так давайте с маленького вступления о красноречии красноречие есть искусство от всякой данной материи красноговорить и тем преклонять других к своему об он и мнению предложенная посему искусству материя называется речь или слово давайте посмотрим с вами на содержание этой книги хотя это тот самый случай когда содержание книги нас с вами может немного обескуражить потому что те выражения и те описания которые здесь использованы это тот самый случай когда все-таки хочется прочитать книгу и понять что же не как там было сказано и так об изобретении вообще что это такое вот как вот как он формулировал это это просто интересно об изобретении простых идей а сопряжение простых идей о пополнении периодов и распространение слова а изобретение доводов возбуждение утоление и изображение страстей а вымыслах а украшение вообще а течение слова а тропах речений атропах предложений фигурах речений вы посмотрите как он украшает это как это сказано а расположение вообще вот когда читаешь подобное содержание оглавление ты просто не понимаешь о чем здесь пишет автор но когда друзья мои мы переходим с вами мы переходим с вами а конкретно как говорится к буковка вот примеру о сопряжении простых идей сложные идеи состоят из двух или многих простых идей между собой сопряженных и совершенный разум составляющих ну интересно вот вот это вот таким образом примеру сложные идеи патологически называют рассуждениями а когда словесно или письменно сообщается тогда их предложениями называют вы посмотрите какой язык у ломоносова посмотрите друзья мои как академия наук имперская это все нам преподносит в какие какой язык он уже утрачивает свою силу к сожалению то есть вот но вот этот язык и вы я думаю с удовольствием прочитаете эту книгу вы окунетесь в этот язык вы поймете кто кому это интересно он в любом случае поймет для чего ему нужна эта книга как 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 это все происходит то есть посмотрите примеру а изобретение витиеватых речей вы где-нибудь вот современные книги видели нет вот примеру витиеватые речи которые могут еще называться замысловатыми словами или острыми мыслями суть предложения в которых подлежащие исказуемые сопрягается некоторым странным необыкновенным или через естественным образом а о том составляют нечто важное и приятное ну идет дальше пример ну как это интересно это же здорово ну что ж я с удовольствием передаю вам эту книгу в изучении прочтения ссылочка будет под видео на сайте книга коп . и рф заходим смотрим и изучаем да и кстати кстати дорогие книга копатели знаете ли вы что лось имеет очень чувствительные рога он знает когда на них муха садится но как то так палец вверх подписываемся на канал но я продолжаю дальнейшей книга коп пока пока